всем привет это канаде с и сегодня мы продолжаем смотреть крупное обновление в мид survival как и обещала с прошлой серии я доехал вот просто до лагеря но еще не входило поэтому войдем ребятки сюда вместе но войдем после того как вы посмотрите полезную информацию но перед началом ролика и я хотел бы пригласить вас на свой дзен канал где вы сможете ознакомиться со всем материалом раньше остальных а также поможете своей подпиской выполнить важные условия платформы для создания нового и интересного контента ссылочка в описании и после того как вы уже все поставили лайки подписались на дзен канал на вк группу можно не к продолжать а я чуть такой у нас ппс большое пролаги есть опять ничего не оптимизацию не завезли их негодяи такс у нас тут не знаю картинка дергается тут вот сидел мужик которому мы должны были помочь тут у нас ничего не поменялось тоже обмениваться можно как бы ничего странного давайте у нас есть второй этаж куда нас не пускали это до сих пор не разговаривает ну по барабану на что мы стоим этот до сих пор валяется ничего не делает окей пролагиет капец в этом месте жесть нас еще мужик был здесь о и все то есть как бы мы сделали вот это я взять не могу то есть мы должны у него доску как бы выполнить видеть до доска но я не могу это сделать потому что у меня нету яблочек увы я при любом раскладе не могу это сделать давайте так то так раз эти нас дальше не пускают мы поедем к боссу вот у нас существует в ну если я правильно поняла в туннеле если это не посту это будет обидно по-крайней случае мне кажется что это босс потому что там было написано что это добавлен новый изи босс в туннель и так далее что его нужно там победить по крайней мере в стиме если это будет не так то это будет очень обидно ли у тебя замечательно лео капец лео хорошо проветривается лео так попу сотрешься что кажется нашему лео вообще прекрасно вместо чтобы сидеть с нами в машине он сидит на дороге видимо после туалета забыл обтереть и решил сделать это в дороге чтобы на мое сиденье и не садится с грязной попой это жестко конечно это вообще как капец как жесть мист ну хотя бы над собакой не издевайся ладно твои обычные пролаги оптимизация и все тому подобное но собаку за что просто бедного пёселя за что ты так с ним ужас ничего не скажешь ладно пусть проветривает свой хвост асфальту а мы поедем я не знаю чем это убивать как сражаться или вообще сражаться не надо возьму с собой просто побольше патрон мы сохранимся и будем смотреть что там вообще происходит патрон побольше дает потому что мало ли вдруг я не с первого раза могу победить а вдруг у нас возникнут какие-то проблемы чем может быть так я думаю вот так встанем тут лео и замечательно это замечательно походу ой замечательно ему ладно ли как хочешь так с лео у нас сразу есть вот такая чудесная штука и рената мютик по его уберем максималку я не знаю вот сколько есть столько возьму возьму также парочку вот этих это для зомбарей чисто чтобы они нас не особо трогали не особо нюхали и особо вообще дыхали такс потом для мки у меня мало патрон я думаю может быть взять не это может взять револьвер а чего нет как говорится ну да а чё мне остается есть еще гранаты 3 тоже возьму меня есть молотов нужен ли он не будет когда у меня огнемет сомневаюсь что он не будет нужен поэтому я тоже его не беру на драбаш берем побольше так это на хантер на хан хантер я сейчас брать не буду hunter не буду и хочу я наверно возьму простые типа револьверные патроны возьму побольше так чтобы прям с пистолета вряд ли мне дадут шмалять так револьвер потом возьму гранатометик трабашек ну и как бы наверное все да наверное все мне как бы хватит по крайней мере я на это одессе остальное я пока выложу пусть она лежит есть она не просит это для мки как раз вот для им всего чуть-чуть осталось револьверные вот это сюда это мне тоже пока не нужно ну и это что перекусить вроде бы у меня все кисть вроде бы как я все перезарядить сразу до начала здесь все в порядке это мы сейчас выпрыгнем окну давайте 4 заряди просто лобысь это посмотрим как он бахнет я нажимаю просто двойку и нажимаю давайте сейф на всякий случай вдруг что-то греба гонет не как бы тоже неприятно будет смотрим за того что концу обновили может там лут обновили хотя и сомневаюсь поняла дали да ладно и это невозможно особенно если это какие-то патроны предятины началось помираем 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 так патрошки с них вот патрошки я бы с них прям по собиралом ням ням у них может быть еще кстати яблоки выпадут выполнить а пока чё-то не фартит и фартанула а вот я не обновляла здесь возможности есть такая чтобы обновить но я этого не делала так это собирается а это собирается наконец-таки а эти чё фугаски не собираются не они похожи какие-то на фугасные гранаты хотя это вроде открытая еда здрасте я взяла какие-нибудь самодельные бомбочки с честно как в лондарке в лондарке завезли же бомбы самодельные чтобы тут не сделать вот мне вернули как я лутал так все осталось увы давайте сюда тощу день выйдешь окей вот как раз для таких случаев ребят мы сохраняемся нас просто зажали в углу и убили на самом деле мне было просто мало здоровья поэтому я запустила игру и восстановил то есть все здоровья там оказывается не было страшного я все остановилась у хорошо теперь давайте ребята зомби зомби не идет кто не хватит к нам эти зомби умирай не судьба те выжить зомби эти отвечают так а что это за прологи не я не понимаю с игрой сделали что-то не то она вообще была хорошей то есть этого обновления не было у меня по крайней мере здесь никаких проблем сейчас есть и в детке нравится если честно ведь совсем не нравится такая ерундистика надеюсь наш разработчик тоже за в курсе как бы знает слышит у него есть серьезная работа первую очередь оптимизации остальное как бы ладно сюжет сюжетом а вот запилить игру давай есть еще кто это видимо кажется мы всех поубивали а нет не всех падай и так мы вроде бы всех теперь убили лео пусти нас теперь нам нужно идти сюда вот тут все было забито я не знаю что с ним делать у него вопросик с ним поговорить а с ним поговорить надо это не босс а в смысле это не вас я собиралась что я с ним буду там ну какого почему ладно ладно давайте тогда с ним будем разговаривать ребята так эй ну здравствуй да эй не знал что встречу еще какое-то дружелюбное лицо здесь ну поздравляю мы здесь что-то здесь здесь что-то здесь делаешь знаю что ты должен находиться или живешь по другую сторону туннеля чем я выбрать чем я выбрать есть какая-то разница ну ладно первое я просто чек проверял что здесь за беспорядок континью недавно что-то большое или массивное пронеслось по этому туннелю типа насквозь он оставил какую-то светящуюся жидкость после себя на земле я никогда такого типа не видел возможно он ранен и типа мы опять выходим на вот это менюшку типа ну мы тут поговорили давать ладно второе мы его спрашиваем почему он здесь они на другой стороне он говорит что нет он всегда был на этой стране что это долгая история первое получается типа мы никуда не торопимся давай расскажи мы не и второе ладно потом сейчас нужно сфокусироваться на том что действительно важно то что нужно прям вот сейчас сделать вот никуда не торопимся никуда никуда если вы готовы слушать то пойдемте как бы за мной я разбил небольшой лагерь кемп а в одной из комнат в этом туннеле тут он нам говорит перед тем как то есть я должен тебе сказать что перед тем как мы отправимся в путь мне нужно брать какие-то опять припасы видимо в этой комнате и мы ему говорим потом его сейчас показывай дорогу показывай дорогу прямо сюда тут типа недалеко и он нас сопровождает куда-то а ну видимо вот этот лагерь его да и там это иди и тут добежим сюда эти да и раз ли мы в ловушку заведешь либо кемпинг какой-то и те где забрать тогда ой ну и тут получается у нас либо мы опять выходим это из диалога то есть этот выходной этот еще потом договорим якобы и тут давайте спрашивать у него расскажите мне как все таки вы оказались в этой ловушке я типа выходил из туннеля по ту сторону чтобы собрать себе припасы видимо он постоянно туда ходил во время одной из таких поездок туннель обвалился на него сверху преградив ему путь какими-то вот этими ужасными непонятными биологическими массами вот эти красные штуки которые мы увидели и я разбил типа временный лагерь в одном из подсобных помещений просто для того чтобы как бы выжить примерно так он оказался здесь и он спрашивает что нам нужно еще у нас есть вопросы то есть мы можем спросить а если то что мы действительно должны опасаться давайте сначала с этого начнем то есть как бы вдруг он в курсе чего нам стоит опасаться я заметила тут несколько вещей после обвала здесь стало как-то еще более опасно и я знаю чего вам стоит по идее это как бы опасаться хорошо чего группа бандитов которая называется и не бал ген ганнибала получается контролирует какую-то вышку радио и они не из тех с кем можно было бы договориться и этот большой красный туман который вот окружает весь город мне кажется что он никогда типа не рассеется будьте осторожны типа в этом красном тумане в каком-то непонятном мы еще не видели все что там есть становится более агрессивным и более опасным то есть люди по всему зомбари становятся более агрессивными более опасными более бронированными блин ну и дальше мы идем по истории то есть спрашиваем где он вообще был до этого то сделал он жил до того как здесь появится у меня было свое жилье по ту сторону туннеля откуда ты пришел ну мы с города пришли чуть не в город ты не идешь а стал нормально мы всех зачистили однажды после того как я собрал припасы я вернулся домой и увидел что мой брат мой брат трансформируется ну походу он становится короче зомби трансформировался видимо в зомби он был тяжело ранен и начал сильно мутировать я заметил что у него во рту есть какие-то красные щупальца ну щупальца вы видели короче вот этих вот гадости вот эту вот ходячую как будто оно как ни в чем не бывало вцепилось ему короче рот лицо там пасть все его тело было поражено вот этими красными непонятными штуками так что он стал чем-то вроде вот этого красного гнезда который мы кстати сжигали так это получается красное гнездо вот это вот масса непонятная это были люди которые мутировали и стали вот этой дрянью походу вот сюжет начинаем понимать откуда хотя бы это что берется было понятно что инфекция его полностью захватила он стал не просто типа мутирующим он стал нечто чем-то большим я запаниковал запер подвал с этой мутирующей массы и отправился в лагерь кэрол за помощью чтобы заработать на пропитание я взял задание в этом лагере для на ну на то чтобы узнать больше информации про вот этот лагерь каннибалов который здесь как бы орудовал по ту сторону вот этого туннеля он думал что это будет как бы ну легкое задание но потом захлопнулся вот этот туннель и он оказался тут в ловушке здесь хотите вы еще чем-то поделиться и хотите ли вы посетить еще раз вот этот вот этот туннель кстати вот этот горит это желтым видимо мы пойдем в туннель ой блин в туннеле в подвал к нему где его типа якобы брат давайте сначала послушаем что он может быть нам еще скажет а потом спросим про туннель ой про подвал что это такое а то есть мы получается переходим то же самое меню и я его то же самое спрашиваю то есть то что было видимо это для второго то есть там было первое что типа не выполнять задание мы якобы переходим к второму так ну я сейчас давайте тогда прощелкаем и берем вот это знаешь я умирал от желания вернуться и посмотреть но он не может сделать это в одиночку ну пошли вместе с нами собака настрою все нормально будет а в лагере кэрол все заняты своими делами кого-то попросить увезти с собой как бы ну практически нереально судя по всему плюс он нам говорит что там еще кое-что есть я оставил там достаточно мощное оружие которое может нам в принципе пригодится а это мне уже нравится если бы вы мне помогли убрать ну то есть прийти в подвал видимо убрать там все тут тварь то это бы видимо оружие стало бы нами нашим что вы на это скажете что бы я готов тебе помочь куда мы управляемся давай новый квест мы взяли квест теперь нас ждет квестик отлично я поеду туда первым буду ждать тебя на заправке возле школы спасибо как только ты будешь готов мы отправимся в подвал в моем доме и его как бы посмотрим буду ждать тебя там я отведу тебя туда окей а у меня даже вон видите помечено куда идти то есть в принципе я могу прямо сейчас рвануть опа аккуратно могу чуть позже тут ничего такого нету мне тут не берется плохо давай сесть туннель дальше так и идет но судя по всему нам туда я не знаю что там будет что там будет за дрянь давайте отправляться поскольку это все таки часть сюжетной линии босс не босс но все таки как бы интересно даже если это вдруг не босс и я немножко так невзглядном взглянула немножечко неправильно ну как бы ничего страшного на вот этот стим потому что там много много чего непонятного было а как говорится спойлерить себе все и читать досконально я не очень люблю поэтому прочитала бегло все нормально сейчас встретимся он говорит что у него есть очень классное крутое оружие там что может быть круче оружия чем я вот тут уже забрала с босса я сейчас не представляю хотя хотя если если он предложит не такое же например оружие да то есть то которое у меня сейчас есть но без боя с боссом то это будет интересно это будет новый сюжетный поворот поехали лево посмотрим что он нам за оружие предлагает тварей всяких мы уже видели там все понятно с ними клични нас уже не испугают они достаточно быстро умирают а у нас дверь не закрыта почему-то не хочешь мне сказать что заднюю дверь не закрыл всем кто лево у нас сидит на улице но дверь открыта у нас тут чудесная игра все супер все нормально все по плану ну кстати удобно мне есть хотя бы указатель хотя в принципе лучший указатель был на бандитов в прошлый раз а где заправку возле школы как бы я не потеряюсь это здесь не сложно найти так подъезжаем к школе тормози выходи давай закроем все таки да это неприличник закрой дверь так друг мой отпусти меня где вход здесь здесь во ну здравствуй здесь ничего не поменялось ничего блин нам все равно заставка началась ладно что получилось теперь ты готов отправиться да мы готовы окей следуй якобы за мной ну пошли ой это выполнение задания такое звук издает а он самочкой кстати такой ну прям подготовленный мужик то у меня сколько шесть плюс в этом шесть нормально нам хватит не ну так мы долго будем идти к твоему дому а ты можешь как-нибудь это ускориться я там на шифте например бегаю ты не умеешь бегать шифтом шифт не твое а если я отбегу например охрен ты видишь так ну у нас вот тут получается где мы находимся вот она школа а вот тут комьюнити то есть тут целый большой комьюнити какой-то дом судя по всему это его о о ну наконец то спасибо я думала я полжизни буду идти постоять патроны лежат просто так он ускорился он совершил чудо он начал бегать мозг заработал отлично о нифига себе я могу у него эмку спиздить там можно эмку нажать подобрать вот смотрите пикап че серьезно можно я пикапну у тебя эмку да блин если пикапну эмку мне придется тратить свои патроны а он стрелять не будет не хочу пикапить у него эмку пусть с эмкой ходит ой блин жесть давай ты тоже ускорялся на шевелепопой ну это вот этот твой дом мы типа пришли ну пойдем подбор какой аааа я вспомнила что за я ну ну ни хрена я опту ёпта аааа я вспомнила что это за хуйня мы его уже проходили Эй, Абро, а ты стрелять-то собираешься, не? Ну-ка. Подвал он, на самом деле. Ай, больно. Он, походу, стрелять не собирается. Я вот, ну, какой-то. Здесь вот с ним неудобно очень. Перезаряжай. А, нет, не... Разрождалась. Лежать. Все? Два патрона. Ну, в принципе, его можно было как бы пострелять, но я просто ледивая. Эх, сори, брат, сори. Он говорит, ну, прости меня, брат. Ну, прости меня. Прости меня, пожалуйста. Я не виновата. Типа, ты отдыхай, мой друг, спокойно. Твой кошмар. Закончился. Печаль? Боли. Кстати, я немножко не угадала. Я думала, вот эти карказявры, которые везде ходят. Но нет, видимо, вот этот вот жирненький, большой, который босс мы видели. Вообще, он должен был быть еще в школе, этот босс. И этот босс должен был... Точнее, мы его видели в гостинице. То есть, у нас здесь, получается, три таких босса. Его брат еще стал таким боссом, и мы выполняли по этому квест. Спасибо, что ты мне сегодня помог. Да, пожалуйста. Было нелегко смотреть на то, что стало с ним в подвале. Ты... Ну, только не плачь, пожалуйста. Ты тоже заплачь. Давай дальше. Я отправлюсь в лагерь Кэра для того, чтобы перегруппироваться. Установиться, так сказать. О! Респект! From J. Сверху написано. Ху-ху-ху! И он говорит, что если тебе когда-то понадобится тот, кто может справляться с каким-то сложным ситуацией, ты знаешь, где меня найти. Ну, и, судя по всему, он в лагере будет теперь тусоваться. Но я, по крайней мере, надеюсь, что он будет тусоваться не в туннеле. Хотя, кто знает. И, кстати, не забудь получить свою награду. О! Мне что-то... Эд... Дал что-то такое. Береги себя и бутничку. Хорошо. Ах, как громко, блин, заканчиваются эти квесты. Это просто жизнь. О, и полутать я теперь могу. То есть, до этого я сюда войти даже не могла без квеста. Я помню. Здесь была вот эта дверь, но войти нам сюда не дали. Теперь я могу здесь обултать. А что он мне дал-то? У-ху-ху-ху! Это новое оружие! Это вот про новое оружие, которое я, ребята, вам говорила. Это мини-ган. То есть, у нас была вот такая вот ракетница просто. А теперь у нас есть мини-ган. Тра-та-та-та-та-та-та-та! Сто патронов, но я не знаю, где патроны брать, поэтому подождем. Сейчас мы обултаемся тут немножечко, посмотрим. Кстати, а где патроны брать? У меня на него патрон не было до этого. Хотя, может, после того, как я получила, они у меня появились в рецепте дома. Может быть. Или это... Вот эти подходят. 12. М2, 50-й калибр. Ну, не, они сюда явно не подходят. То есть, мини-ган... Он и... О! О-хо-хо-хо! Ну, как бы... Я уже имею... Вот эту обжигательную штучку. А она здесь дается по квесту. В принципе, если убить босса сразу... Опа! Сейчас посмотрим. В принципе, если убить босса сразу и забрать у него прекрасное орудие для пыток, то с этим никаких проблем. Два выстрела и можно даже хп-шку не терять. Ну, дорого? Да. Дорого, конечно. Больше ничего вроде как не открывается. Тут есть еще что-то посмотреть. Давайте посмотрим. Так. У него есть трубка. И что? Это коллекция? Я могу покрутить. Могу положить. Могу взять. Могу... Да, это коллекция, короче. Новая какая-то коллекция. У нас же теперь есть... Где? Где-где-где? У нас тут есть задачки всякие. То, что здесь описывается. Все вот это вот появилось. Потом... О, есть коллекция вот такая вот в момент. Пить. Не знаю зачем, но как бы пусть будет. Добавили, так добавили. Вроде бы я собрала все. Я не могу бегать, потому что у меня перевес. Супер. Лео, у нас проблема. Давай я тебя еще на руках понесу. Потому что ты закрыл мне просто проход. Пойдем, Лео. Мало мне веса, буду еще тебя носить. А на ком попробовать-то миниган? Блин. А попробовать миниган на ком? Я не могу бегать. И выбросить... Ничего не могу. Да, то есть вот они обычные патроны. А вот они для него. Но как для него делать? Либо надо идти домой. Возможно, у меня открылся рецепт после того, как открылся вот этот квест. Либо ехать сейчас в лагерь к этим ребятам. Чтобы вообще узнать, может быть, нас пустят дальше. Может, наконец-то они там заработали. И решили такие... О, ну раз ты получил респект от нашего друга. От нашего знакомого. Ну, давай мы тебя пустим дальше. И сделаем еще какие-то квесты. Судя по всему, мое предположение, что вот мы сделали один квест. У этого друга лагерь освободили. И на этом все закончилось. Видимо, заря. Теперь у меня есть еще больше. Я получила, получается... Получается, я получила от него миниган. Потом мы нашли там еще и огнедышащую штучку. Великолепную огнедышечку уж. Огнедышечку. Ну, это супер. Я считаю, что это прям... Ммм... 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 Ну, судя по всему, действительно, чтобы убить его в таком узком пространстве, нам надо что-то реально мощное. Что-то по типу ракетницы. Если бы у меня не было ракетницы, я не знаю. Я бы очень долго с ним крутилась там. Это было бы неудобно. Но это как минимум было бы неудобно. Как максимум я могла как бы умереть парочку раз. Хорошо, что я... А я не сохранилась в какой там... Хорошо, что я вот нифига себе глупышка. Я, ребята, не сохранилась перед этим. Ой, жесть. И пошла такая... О, ну у нас сейчас босс будет. Давайте пойдем к боссу. Действительно, к боссу. Да, без проблем. Сохраниться? Да зачем? Давайте я повыкладываю. Оставлю себе чуточку патрон. Все не влазят. Просто нараскидаем. Ой, блин, капец, конечно. Вот так вот и сделаем. Вот так-ка. Это я пока оставлю. Я хочу где-нибудь, наверное, все-таки это проверить. Потому что мало ли, как говорится. Вдруг оно не работает. Где мой лут опять? Хорошо, где мой лут заканчивается? Здесь, да? Давайте сюда сбросим все это лишнее. Опа. В принципе, давайте-давайте сгоняем по-быстрому. По-быстрому. Опа. Поехали. В разворот. А, нет, не в разворот. Нам же дальше чуть надо. Эй. Ты что делаешь? У, застрял, блин. Значит, в одну сторону едет, в другую нет. Я сейчас по-быстренькому доеду все-таки до лагеря. И проверю, что у них там есть. Вообще нету из нового. Если есть, то хорошо. И у нас есть продолжение. Если нет, то все, что не остается, это арбалет скрафтить. То есть, это как бы такое себе показывать это отдельным видео. Ну, не знаю. Ну, скрафтчу я арбалет. Ну, попробую его. И мини-ган попробует также узнать, где делать патроны, из чего делаются его патроны. То есть, стоит ли это целого видео? Я даже не знаю. Мне кажется, нет. Ну, вы можете, в принципе, свое мнение написать, если мнение ваше будет большим. И вы скажете, да, давай это чекать, давай это смотреть отдельно, то, как бы, ноль проблем. А если не напишите, то я не вижу смысла делать для этого отдельный, как бы, видос. Так, материал. У тебя все до сих пор материал. Значит, это мне не нужно. У нас стоял человек снизу. Давайте снизу сразу. Э, бро. Бро. И человек сверху, да? Плюс он сказал, ты знаешь, где нас найти. Я его здесь что-то не вижу. А у него не работает. У него не работает. А где квесты брать? И где мне его искать? Дальше. В туннеле? Он в туннеле все-таки остался? Хотя он сказал, что он пошел в лагерь. Здесь втип до сих пор землю копает. Здесь все так же, так же, так же. Там больше ничего не было. То есть, либо он в туннеле сейчас до сих пор. Либо его просто не переместили никуда. Нет, ну, как вариант, я могу просто скататься и посмотреть. То есть, если его здесь нету, то как бы, гава, все. Я предполагаю, что до этого заканчивается. Хотя мы тут на пещение смотрели сам. Давайте я быстро просто доеду. Я, в общем-то, добежала практически до него. Вон он там. Вот был где-то. И здесь он жил у нас где-то. Рядышком. Давайте посмотрим. Нет, ну тут его нету. Его тут нет. Он не тут и не здесь. Получается, его здесь нет. Пусти меня, пожалуйста. Таким образом, то есть, он где-то должен быть все-таки в кемпинге. Но я его там не нашла. Скорее всего, его еще не добавили. Ой, елки. О, господи, это что такое? Туман начался, что ли? Если туман начался, то ладно, ничего страшного. Мы чувствуем себя в полном порядке. А здесь выход у нас есть. Мне интересно посмотреть, что тут. Здесь просто выезд. Мы выехали. И еще? Походу, все. Страшного здесь ничего нет. Как сказал разработчик, то есть, вторая карта все так же становится недоступной. То есть, она еще как бы, ну, никакая. Я, конечно, подкрою. Ну, вот, видите, то есть, я вышла. Вот, через туннель прошла, но на этом все. То есть, мне даже, вон, нету ничего. Не пишут вторую карту. Вот там туннель был. Единственное, что здесь как бы деревья всякие появились. Но мы там уже были. На второй карте, кто не смотрел, загляните в плейлист. Мы тут ходили, просто здесь не было вообще ничего. В том числе деревьев. Вот такая вот примерно получилась у нас игрушка. С обновлением. Когда добавят что другое, не знаю. Но по поводу того, делать ли еще видео или не делать, пишите сами. Потому что, ну, вроде бы, как закончить. Единственное, что мне осталось, это взять яблоки. Сделать квест. Откроется ли следующий после этого квеста, если честно, я не знаю. Ну, думайте, в общем, сами. Как говорится. Хотите смотреть, не хотите? Видите, прикольно, блин. Это... Что такое летит здесь? Какая-то фигня. Это не туман. Какая-то штука. Что-то новенькое, что-то интересненькое. Ну, а вы, ребята, не забывайте оставлять свои лайки под этим видео. Для того, чтобы выходили свежие, новенькие, как можно раньше. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на канал, на Дзенканал, на Телеграм-канал и группу ВКонтакте. Всем, ребят, удачи. Всем пока.